Дамы, господа, княжницы, милые дамы, большущие всем приветствия, всем доброго, бодрого утречка! У нас с вами понедельник на календаре. До Нового года осталось совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Значит, я надеюсь, что на выходных бы все хорошо отдохнули. Палыч отдохнул, добрался сил. Вчера не выходил ровно сутки на связь. Ну, так знаете, были дела, отдых и так далее. Короче, на рыбалке Палыч не был, как некоторые. На сегодня, собственно говоря, с утра чаечку мужичку непосредственно Палычу лайков за видос, комментик, подписочку оформляем. И мы с вами начинаем. Кстати, нас ведь с вами перевалило уже восемь тысяч. Восемь тысяч! Это просто ППЦ. Движемся к девяточке. Большое спасибо всем большое и всем благодарничкам. Значит, и так, о чем Палыч сегодня будет вещать? Поговорим сегодня прежде всего о том, как неким, значит, дамам дома стало скучно. И решили с собой взять немножечко для согрева кое-чего. Ну, естественно, пиццы теплой, да. А вы о чем еще подумали? И отправиться на рыбалку. Начинаем вот с чего. Начинаем с того, что таких, знаете, рассуждений. Рассуждений от Мишки о том, что, значит, выходной день, сидели-сидели они, чем занялся в селе на выходной день, там, да. Учитывая все вот эти их микромоменты с ремонтами, с планами, с громоздьем, со стекловатами, с утеплениями, с хозяйством и прочее. И, короче, решили, да, пойти на рыбалку. А что такого? Вот вы, вот вы, кто у меня смотрите, кто живет в деревне, на выходной день себе такое вообще позволяете? Вообще, вот, мне просто интересно реально стало. Я почему-то себе представляю, что у человека, кто живущий в деревне, в выходной день есть какие-то свои дополнительные хлопоты. Пускай это даже не лето, но все равно есть скотина, есть двор, которым снег надо чистить. Есть какие-то там микромоменты с домом, что-нибудь там в подвале перебрать, полки перебрать, утеплить. Или просто убраться там в этом же доме, в том самом. Ну, короче, говорится, дел много. Опять же, может, ошибаюсь, если не так, напишите это все ниже в комментах. Значит, ну, у этих, значит, гулюшек сегодня было вроде бы дело дерево спилить, да. Ну, как там она сказала, значит, Андрей, какой-то Андрей, ну, тот, кто будет пилить это дерево, собственно говоря, Гобарева, а что же не ты? Ты до этого же говорила, что ты будешь вроде бы это дерево впилить. А уже какой-то Андрей, как там Андрей, я забыл эту песню, звонит Андрей. Ну, ладно, значит. Ну, она говорит, что ветром снесет. Я бы даже сказал более. Тут к вам больше, к вам, именно не к Андрею, а именно к тебе и к дарюхе подходит фраза. Не снесет, а пронесет, да. Значит, ну, ладно, это все-то растепенно. Значит, короче, приехали, приехали. По дороге забыли червей, идут через поле, идут опять, как она Гобарева причитает, по трясине, по полям, по лухам. Где-то мы это с вами уже слышали. Ладно, забыли червей. И вот на этом моменте, знаете, якобы возвращаются в машину за червями. При этом, при всем заходом в продуктовый магазин, Позже уже Гобарева сообщает о том, что купили, значит, они алкоголь, ой, извиняюсь, пиццу, само выскакивает. Ну, когда вы про них подумали, что еще там выскочит, ну, еще может пук выскочить, больше ничего, в принципе. Ладно, значит, так, купили пиццу. Ну, на самом деле, вы знаете, это только был предлог. Предлог, чтобы смонтировать ролик, выключить камеру и якобы отправить за червями. Мы тут все прекрасно понимаем, что вы ходили дозаправиться, потому что, собственно говоря, на этот пруд они приехали. Уже даты, потому что, знаете, каждый раз, когда они выпивают, это видно по ихнему настроению, что ли, не знаю, сказать, по ихнему поведению. Я понимаю, да, кто-то скажет, что ничего там такого нету, смех, смех, идут веселяться девчонки и прочее, я с этим согласен. Но, когда мы говорим именно про них, это мы моменты уже замечали, когда они этого не скрывали раньше, там, выпивали и прочее. Вот как раз то же самое поведение, они себя ведут так же, смех без причины, как говорится, стоит только немножечку поддать. Значит, Губарева, и тебе все смешно, просто понимаете, вот настолько смешно все было ей, ну, тебе Губарева, что, вот, наверное, пальчик покажи, да не засмеешься. А если скажешь, что пальчик побежал, то ты насмеешься, потому что, ну, что смешного в том, что они там плели, это вообще просто дичь дичью, по-другому не скажешь. Ладно, идут, по дороге доходят до мостика, начинается, Танюха мостик прошла, у этой, как всегда, у этой, как всегда, болото, волки, вьюга, сугробы и прочее. Так же сегодня, значит, по мосту мы пройти не можем, вернее, боимся, мост трясется и прочее. Хотя одна прошла ничего, это идет то же самое по мосту, знаете, трясущего, там я ничего не видел в этих постройках. Единственное, что только, знаете, мне кажется, у Губарева иногда включается какой-то синдром. Название его не знаю, но такое, что, знаете, это синдром, естественно, я утрирую это название. То у нее снега, то у нее еще что-то, теперь, значит, мост. Делай просто, знаете, цирк с пустого места, что я вот так вот скажу. Короче, пришли, пришли, начинается непосредственно сам процесс ужения рыбы, ужения, да. Насаживаем червячка, руки, естественно, вытираем. Ну, а об чего? Об тряпку, что ли? Как бы, ну, об снег, да, потерла там немножечко, и об парки, об себя, как бы, на тех парках, где будет дальше, на диване лежать дома, по гостям ходить. Значит, и в данный момент, об себя вытерла, парки с задней, по заднюю сюда тянула, потому что парки вечный век спадают. Все, значит, повесила на спиннинг, на резку грузила, наудила, повесила, мудила. Нет, мудила просто слово созвучно, вы меня извините, это просто созвучное слово, как бы. Значит, повесила, грузила, почему хоть мудила в голове теперь у меня крутится это слово? Ладно, повесила, грузила, мудила. Ладно, все, замолчите, еще не смейте писать про мудила. Мы говорим про грузила и удила. Итак, повесила, это удила, мудила, грузила, и начинается. Начинается, тут прям, знаете, вторая, вторая, ну, она, видно, замерзает, стоит, да, согрев уже заканчивает, Уж надо заново бак залить И пальчики замерзли Волшебные Танюшкин Ничего не понимает, стоит И не понимает, как рыбу клюет Как грузила, мудила, мудила Ой, извиняюсь, опять это мудила Грузила, мудила Дергается, и ничего не понимает Что-то еще не понимает Записывал, что она еще не понимала Все, короче, Наташка Объясняет, и как с помощью снега Согреться, и руки согреть Смотрю на время Успеваем сами Блин, Павлович, пить захотел Извиняюсь, сейчас, секундочку Это у нас баклаха Это от сестры лайфхак, сразу с баклахи глушим Ух, одни из Матна прошли Вчера же, говорю, с Антой катался, якобы Итак, значит, продолжаем Так вот Что мы на чем остановились Остановились на грузиль В общем, рыбу половили Рыба, словно или не словно, но опять ничего не имеем Имеем то, что только пиццу сожрали На лавочке поселели Танюха замерзла Но я уверен, что бак был заполнен дальше Потому что, знаете, для согрева 100% И сначала было принято И в процессе в конце приняли Вот из всего из этого Из всей этой дичандры Я подведу сегодня, знаете, какой итог Подведу сегодня итог на серьезных щах Потому что На серьезном лице, не я веду Потому что Ну, как бы, несерьезно Тут не скажешь Значит, сегодня мне попался Видос такой, рекомендованный На ютубчике Значит, я не знаю название канала Не хочу никого рекламировать Как бы, ну, там, девушка У нее очень большая аудитория Там, наверное, тысяч, может, 600 Я точно не помню Она, наверное, с Европы Откуда-то И так, значит, какой смысл Посыл всего У девушки с рождения нет рук Одна рука сделана вроде такого Небольшого, как бы, даже не знаю, как назвать Ну, как бы, отростка Ну, как бы, так же не отростка А вот просто кусочек, как бы, руки небольшой Там, не знаю, может, это руки были удаленные Неудаленные Ну, смысл такой, что рук нет у человека При этом, при всем Девушка У нее есть ребенок Значит, причем Средила мужчину Познакомились Все там такая лайтовая история Хэппи-энд По итогу родили малышку Два годика где-то Девушка за собой Сама ухаживает Одевает, там, носки Рисует с помощью, там, ног Одевает ребенка И так далее В общем, ведут полноценную жизнь Полноценную жизнь Жизнь, которая, знаете Ну, конечно, там где-то свои сложности Все, в это я не спорю Не влезаю Я просто говорю Вот то, что вижу Дома чистота, порядок Значит, ребенок, соответственно Который там с улыбкой на лице Муж с улыбкой на лице Все замечательно Значит, не имея рук Опять Тут, значит, у нас с вами У одной, у второй есть руки Но по факту Имеем то, что имеем Как-то вот так вот И на этом становится немножко даже грустно Если честно Тут даже не до смеха, в принципе Ну и все, в принципе Я, как бы, на этом закончу сегодня Собственно, время подходит к концу Большое спасибо всем за просмотр Лайк, комментарий, подписки С вами был Палыч Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok